Здравствуйте, уважаемые слушатели. Как всегда, в это время в прямом эфире целый час мы говорим о женской доле, о доле женщин в бизнесе. И, как обычно, в это время я в студии не одна, у меня замечательный гость, удивительно интересная женщина и при этом топ-менеджер. Хрупкая блондинка с очень высоким положением, член правления ВТБ Капитал, глава департамента корпоративных отношений и маркетинга Ольга Поданицына. Здравствуйте, Ольга. Добрый день тут, добрый день. Как-то, конечно, всегда интересно вообще понять, в какой атмосфере, в каком вообще настроении, в каком контексте, в какой семье вырастают наши гости. Вы москвичка, коренная. Да, коренная москвичка. Тут, на самом деле, редкость по нынешним временам. Как правило, все-таки люди, которые действительно высоко поднимаются по социальной лестнице, они приезжают и ногтями, зубами, локтями пробивают себе путь наверх. Вы, в общем, наверное, не знаю, может быть, в более выгодной ситуации оказались, чем, например, я, которая приехала сюда из Донбасса. Хотя, с другой стороны, считается, что москвичи менее склонны стремиться к успешности, потому что у них вроде бы все неплохо. Теплая квартира, папа с мамой под боком и так далее. Ну, должна согласиться и не согласиться. Во-первых, очень уважаю регионалов, которые теперь уже часть Москвы, и я считаю, что это не приезжие и не гости. Это партнеры, друзья, коллеги. Это настроение, атмосфера нашего города. Да мы все. Да, но всё-таки вот люди, которые приехали покорять город и люди, которые в нём исторически родились, по-разному относятся к своей жизни в городе. Ну, вам не нужно было бороться за место под солнцем? Или нужно было? Конечно, нужно было. Но чуть-чуть, наверное, к истории. Я согласна, что те, кто приезжает в город, неважно, это Москва, это другой большой город, они должны завоёвывать место под солнцем. Это новое место, где они оказываются. Это новые знакомства, новые люди, которые им нужно завоевать, где нужно себя проявить и действительно доказать, что ты лучше, ты можешь. То есть они оказываются в ситуации, когда надо проявить свой характер. Местные жители, опять же, неважно какого города, с одной стороны, безусловно, имеют преимущество, потому что у них здесь уже есть некая платформа, включая, наверное, связи и знакомства в том числе, хотя совсем не обязательно, да, есть же разные возможности у людей. Но, тем не менее, они часто пасуют именно из-за своей инертности или, возможно, они не сформулировали те цели и задачи, которые надо поставить перед собой, чтобы чего-то достичь. Но это не ваш случай. В какой вы росли семье? О чём мечтали ваши родители? Каким они видели ваше будущее? Мои родители очень демократичные, очень лояльные люди. Я их очень люблю и представляю, я вообще считаю, что то, что закладывается в человеке, в первую очередь закладывается в семье. Да, потом это образование, да, это какие-то знакомства, новые характеры, влияние и прочее, если кто-то подвержен влиянием или способен воспринимать что-то интересное, хорошее, креативное, лучшее, возможно. Но в первую очередь, ещё раз, это семья. Своим родителям безумно благодарна, я их очень-очень люблю. Они никогда не диктовали, никогда не влияли впрямую. Возможно, именно настроением, именно просто своим образом жизни они помогли мне сформироваться как таковой и понять, кто я, чего я хочу. Мама, у меня типичная интеллигентская, извините, московская семья, папа горный инженер. Ну, я не буду скрывать, что в их биографии были заграничные командировки, что, естественно, по советским временам очень-очень круто, особенно если... А у вас, наверное, спецшкола за плечами? Нет, я училась в обычной школе, хотя жила в очень хорошем районе, на юг и западе, родилась на улице Строителей в Красных Домах, да. О, вау! Да, это... Ой, там же пошла в школу, а потом родители. Они были достаточно самостоятельны и с сильными характерами. В то время было не просто купить кооператив, да, ещё найти на него деньги. Сейчас немного смешно, некоторые вещи смотрят, но, с другой стороны, какие-то основы, да, сейчас ипотека. Тогда надо было собрать у знакомых, потом отдать долги и купить квартиру. Это тоже проявить характер, да, не попаяться. То есть деловая жилка в семье была? Ну, или умение ставить перед собой цель, достигать её и как-то развивать свою семью, да, быть самостоятельным. Потому что что можно в то время было ожидать, что остаются навсегда или на долгие годы самые интересные, самые креативные люди, молодые и среднего возраста вместе со своими родителями, соответственно, ограниченные возможности, там, развитие личности и прочее, прочее. Здесь, вот как раз это был район Юго-Западный, куда переехали родители. Очень хорошая школа, но она была простая, кстати, потом она стала спец, и там учились мои дети, что вот интересно. Так вот... Как вы оказались в педагогическом институте? Я не поступила в университет, всё очень просто. Я не добрала до полбала. На филфак. На филфак. И родители сказали, что ты можешь и дальше это делать, это твой выбор, но, может быть, ты попробуешь. И я поступила в пед, перебрала много баллов, но была очень довольна тем, что я вовремя остановилась и не стала форсировать или там продлевать момент поступления куда-то, а не завершение уже процесса начала обучения, движения куда-то вперёд. И, собственно, я думала на эту тему потом несколько раз, что ты что-то теряешь, что-то находишь. Я думаю, что я нашла, потому что очень хорошая школа, хорошие преподаватели, потому что я даже полтора года, это была практика, и потом ещё... Проработала в школе, правда? Да, и потом ещё полгода после распределения я попала под реформу, поэтому не могла пойти после дневного отделения в аспирантуру, я проработала в школе. Это школа на всю жизнь. Это не моё, я не хочу, к сожалению, потому что это отдельная история и тема образования, и те, кто сейчас преподают, как это делается. Но я благодарна судьбе, это для меня была школа, потому что школа общения, школа формирования характера, покорение умений, особенно если вспомнить практику, когда я на четвёртом курсе... Вот сейчас мне предложи, я бы подумала, да как можно на такое решиться, будучи на четвёртом курсе, прийти в 10-й тогда выпускной класс, спортивной школы, где были спортсмены, водное поло, мальчики и девочки. То есть вы этим девочкам всем были по грудь? Да, а мальчикам я даже не знаю, потому что разговаривать лучше было сидя с ними. Но дело в том, что я же победила, они все сдали экзамен. То есть меня попросили тогда взять этот класс, его надо было... Я сейчас понимаю, что его никто не брал. То есть они были потеряны абсолютно. Их надо было подготовить к экзамену. Ну вот характер пришлось проявлять тогда, когда я сказала, что я готова вам будет поставить тройки, завевав сразу планку, да, но вы это должны будете заработать. Будете ли вы читать мне учебник наизусть, учить ли какие-то куски. Вот что вы можете, то вы сделаете, но вы заработаете эту тройку. Ну, в общем-то, сдали. Конечно, были курьёзы, были какие-то смешные вещи. Там неважно, герой одного романа оказывался в руках писателя совершенно другого направления. Но, тем не менее, люди работали. А для меня, я оценивала это, конечно, гораздо больше, позже было очень важно, что, а, нашли общий язык, сумели приспособить характеры друг к другу, это же обоюдный процесс коммуникации, и договориться. Ведь очень важно уметь услышать, не слушать, а услышать друг друга. Более того, люди по-честному зарабатывали свои оценки. И занимались, в общем-то, делом, которым им было, может быть, не слишком интересно заниматься изначально. Я думаю, что совсем неинтересно было изначально, но я очень надеюсь, что что-то на всю жизнь они потом унесли с собой. Неважно, это потом проявлялось, нет, но внутри что-то не осталось. Интересно, знают ли они, кем стала их училка сегодня? Вот хотя бы с одним из них бы поговорить на эту тему. Опять же, к вопросу о том, как состояться в жизни. А каким образом тогда человек с педагогическим, гуманитарным, филологическим образованием вдруг решил учиться экономике? Ну, до того, как я вдруг решила учиться экономике, был период, когда я несколько лет жила не в Москве и не в России. Тоже очень важный период формирования человека. С родителями или вы как-то? Нет, нет, с мужем. Муж был в то время дипломат, занимал достаточно высокий пост в посольстве сначала СССР, а потом Российской Федерации в Берлине. То есть стену рушили в прямом смысле на наших глазах. А Чекпоинт Чарли, должна вам сказать, для меня не музей, а действительно переход в Западный Берлин. Смеюсь почему, потому что сейчас об этом смешно говорить. А тогда у нас был пропуск, но в силу позиций не у всех, были пропуска, извините, в Западный Берлин, и в силу позиции мужа, и была возможность ходить в филармонию. Я слушала Караяна, и было очень интересно, это как открывать некий там занавес, новые возможности. Мы говорили с нашими гостями часто о том, что все мы, кто начинал в 90-е, оказались на пороге всего нового, а вы-то оказались вообще между двух миров. Об этом чуть попозже, после новостей на Финаме, оставайтесь с нами, у нас в гостях Ольга Подайницына. Друзья, продолжаем общение с нашей гостьей, членом правления ВТБ Капитал, главой Департамента корпоративных отношений и маркетинга Ольгой Подайницыной. Напомню, у нас координата 65 10 99 6, это московский телефон, код 495, и заходите на страничку программы в доле на сайте финам.фм. Очень интересно будет, конечно, услышать от вас тоже какие-то вопросы, может быть, мнения, комментарии. Если уж вы заслушаетесь и у вас не будет вопросов, мы тоже, конечно, не обидимся, но все-таки хотелось бы, чтобы вы подключались к нам. Еще раз напомню, 65 10 99 6. И что вот вы оказались просто действительно в, наверное, в самой горячей точке разлома двух миров, когда закончилась советская эпоха, рухнула берлинская стена, у вас на глазах потрясающе. Почему вы не остались тогда там? И все-таки действительно как так случилось, что вы стали заниматься экономикой? Ну, не осталось. Во-первых, я все-таки напомню, что в тот момент я была всего лишь женой. Женой при мужа, да? Да, женой при мужа. Ну, во-первых, не поощрялась работа и крайне сложно было ее найти тогда супруги дипломата. Женой дипломатов не разрешали, да? Да. Во-вторых, я и не могла это делать. У меня двое маленьких детей, собственно, они практически... Девочка там двух месяцев жила в Берлине, она приехала с нами. А мальчик там родился, и всего полтора года, вы понимаете, что это было сложно. Кстати, до сих пор, как курьер, вспоминаю, поскольку няни не было, а было нельзя иметь няню, когда надо было пойти на прием, или вот мы ходили на концерт, например, или даже за покупками, то с детьми сидела или супруга советника по экономике, или секретарь из секретариата. Соответственно, ну, это чудно, очень чудно сейчас. Действительно, а почему нельзя было с собой из России няню провести? Ну, потому что вообще в то время, а, не полагалось людям советским иметь няню, да, а, б, даже не полагалось нанять няню на месте, ну, это было неправильно. Да, ну да, шпионские страсти. В то время общественной морали и принятых правил. Вот, и мы остались, потому что мы достаточно долго жили, наверное, около пяти лет в Германии, потому что потом был контракт у супруга, и он работал в Германии. Но дальше мы приняли решение оба, что мы хотим вернуться, это было наше решение, можно было оставаться дальше, и, собственно, было на жительство, и дальше получать паспорт. Потому что здесь происходили важные события, и здесь были возможности именно на стране и в России. И, возможно, я была инициатором молчаливого возвращения, мне не хватало, я не домохозяйка. Я страшно счастлива, что мне повезло, потому что если мы сейчас сравним с вами то время и сейчас, немногим мамам везёт так, что они могут растить своих детей, вкладывать в них частичку себя. Всё ведь детям закладывается до трёх лет, да? Ой, не говорите мне это вам, не говорите. Моя дочь недавно на вопрос гостей, какая же у тебя красивая квартира, Марфушенька, с кем же ты здесь живёшь, ответила с няней. Поэтому я, как никто, как это ужасно, когда у тебя нет времени на то, чтобы 2-4 часа в сутки находиться рядом с детьми. Ну, няня же хорошая. Няня чудесная, безусловно, она член семьи, но, тем не менее, это действительно у вас уникальная ситуация. Вы смогли там практически до первого класса быть мамой, а потом шарахнули в бизнес. А потом, наконец, пойти поработать, потому что, ещё раз, для меня, ну, ничего невозможно в нашей жизни, обстоятельства есть обстоятельства, но я, дом, это не моя стихия. Вы же ещё и сколько учились перед этим? И столько училась перед этим. Кстати, мне пришлось оставить аспирантуру, когда мы уезжали, но это даже не так важно. И поэтому, когда мы вернулись, я, супруг работал, поэтому я быстро завершила проект, связанный с недвижимостью. Нам надо было поменять квартиры. Тогда, кстати, это была купля-продажа, потому что какие-то очень сложные и опасные юридические всякие законодательные вещи, связанные с недвижимостью. И, соответственно, как только я это сделала, тут же начала искать работу и ходить на интервью. И вот здесь, я считаю, мне повезло, потому что я стала работать в PricewaterhouseCoopers. Вы сразу выбрали для себя иностранную компанию, да? Потому что был опыт жизни за границей, был язык, скорее всего. Да. На тот момент, что смешно, у меня был больше немецкий, чем английский, хотя всю жизнь учила английский, а немецкий, ну, пришлось... Жизнь заставила освоить на месте. Вот. И, кстати, вот сейчас вы задали вопрос, и я только сейчас поняла, что действительно я ведь ходила на собеседование в основном в западной компании. И даже вот в Даймер, в головной офис, который тогда был рядом с улиц строителей, там, где министерство и прочее. Но у них очень неинтересные были условия. Условия для русских или вообще интересно? Нет, вообще. Достаточно низкие зарплаты. Работа сама по себе была какая-то очень неплохая, интересная. Но я решила вот так... Ещё раз, как сейчас понимаю, это было достаточно нагло. У меня был перерыв в работе, у меня не было некого профессионального опыта на тот момент, который требовался там. А на какую вы ходили позицию собеседоваться? Я ходила на позиции, связанные, так или иначе, с коммуникациями. Это не называлось пиар, но это связано с организацией мероприятий, с организацией процессов. Тогда же очень много было встреч с инвесторами и мероприятий с инвесторами. Вот так получилось, что предложения, которые поступали мне, я не могу сказать, что у меня осознанно было сформулировано, что я хочу вот это или это. Я понимала, что область коммуникации — это моё, потому что мне это легко, мне достаточно освоить детали, связанные с той или иной отраслью, индустрией, и просто влиться и, возможно, приносить пользу. Это было прямо вот ваше такое собственное интуитивное ощущение? Или, может быть, я не знаю, муж посоветовал? Интуитивное ощущение, да. Муж был занят, он... Я не уверена, что он тогда... Нет, он знал, знал, что я хожу на интервью. И в результате он принял уже информацию, когда я прошла интервью, и Pricewaterhouse мне повезло, я бы сказала, сразу дважды. Что это был Price, международная компания, и, кстати, тогда не Куперс. И плюс, что я работала на проекте, который, собственно, формировал и принимал непосредственное участие в создании финансового рынка в России. Так называемый секретариат по ресурсам, где были представлены все топ-7, тогда сейчас это четвёрка большая, тогда семёрка, международных консультантов, отвечающие за ту или иную отрасль развития рынка. Вот Pricewaterhouse, например, отвечал за мониторинг, там Артур Андерсон, по-моему, за формирование системы, создание налогообложения и так далее. И вот это была настоящая школа. Это же была, наверное, поначалу Филькина грамота совсем. Не страшно было? Нет, объясню, почему. Потому что у меня была совершенно определённая позиция и список обязанностей. Я работала непосредственно на председателе Федеральной комиссии по ценным бумагам Дмитрия Васильева и занималась организацией его встреч как раз с инвесторами, мероприятий, каких-то важных событий, связанных с... Это, наверное, одно из преимуществ работы в западной компании, когда у тебя чётко делегированы твои полномочия и, наверное, границы твоих обязанностей достаточно определены, нет? Да, безусловно. Но в западных компаниях, в принципе, всегда прописаны все правила. Не только твои собственные, но и компании, которым ты должен подчиняться вплоть до... Например, просто недавно был тренинг электронной по дайверсити, так называемый, поэтому я улыбаюсь. Вот вплоть до принципов дайверсити, которые должны соблюдаться сотрудниками западной компании. А чуть поподробнее, что имеется в виду под принципами дайверсити? Ну, если коротко, мир же очень разный. И люди, которые живут в этом мире, тоже очень разные. Их характеры разные. Все люди однозначно отличаются друг от друга. Так вот, работая в больших компаниях и внося свой вклад в бизнес-компании, ты должен понимать, что не все средства хороши для того, чтобы проявлять себя, проявлять свою активность, достигать результатов. Ты должен... Это как хорошее поведение. Правила хорошего поведения. Сколь разен мир и сколь разные люди в нем. И ты должен уважать эту разность и уважать людей. Будь ты начальник, будь ты подчиненный, будь ты перст, то есть равного значения, ты должен уважительно относиться к любым людям вне зависимости от их особенностей и особенностей их характера. Вот это очень интересно, ведь в западной компании работают, если там западные люди, то у них это, в общем, в крови, с молоком матери, поколениями воспитанное, наверное, уважение и понимание того, как себя нужно в данной ситуации вести. А русские люди, которые приходили на работу в западной компании, вы в том числе, вам сложно было в этот кодекс вписываться? Нет, не сложно. Вот тут опять, видимо, важно, что воспитание – это семья. Для меня это было абсолютно естественно. Кстати, тогда вот в то время, я не вспомню ни разу, чтобы обучали какому-то кодексу, тренинги, это совершенно естественно, как walking and learning. Ты все это познавал во время своего общения, даже не просто работы, а общение с людьми во время работы. Это как, вот они себя так ведут, и это совершенно нормально, и ты понимаешь, что так нужно. Но вы, может быть, и понимали, а есть же, наверное, люди менее, я не знаю, гибкие и воспитанные не в таких интеллигентных семьях, как ваша. Вот это из серии, как наши люди ведут себя за границей, да. Кто-то вливается и прилично себя ведет, и учит язык, и ассимилируется, а кто-то там кричит, сидя в английском баре, по-русски, «Эй, старик, поди сюда, принеси то», его не понимают, это неприлично, вот весь этот тагил. Случалось вам сталкиваться с русским человеком, который приходил в западную компанию и не понимал, как надо себя там вести? Ну, практически нет, не вспомню ни одного примера, хотя очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. И мне кажется, самое страшное в таких ситуациях, за границей или здесь, когда внутренний человек делает вид, что он принимает правила, а на самом деле остается... Продолжим, позиции. Финам. ФМ. Сегодня Студ Тейларсон в доле, член отправления ВТБ Капитал, глава Департамента корпоративных отношений и маркетинга Ольга Поданицына. Ольга 6510996, московский телефон, страничка в доле на сайте финам.фм в вашем распоряжении, если есть вопросы или хотите чем-то поделиться, присоединяйтесь. После прайса у вас был Deutsche Bank, в общем, вы почти до 2000 года, да, по-моему, работали в западных компаниях? Да, до 2008, я бы сказала, да. И, соответственно, кстати, говоря про Deutsche Bank, вот это был тот случай, когда я просто пришла домой и сообщила супругу, что я поменяла работу. Я подписала контракт с Deutsche Bank. Он сказал, что спасибо, что он об этом узнал. Уведомила. Да, хоть и постфактум. И как раз в Deutsche уже формализовалось даже в названии то направление, которым я и занимаюсь в последние годы. Хотя, по сути, еще раз, коммуникации, начиная с 1995 года, когда я вышла на работу, были всегда моей основной деятельностью работы. Вот, как изменились условия вашей работы и вообще сами коммуникации в 90-х, в 2000-х и вот уже сейчас? Большая разница? Я считаю, что большая разница. Как нас формирует среда, так и профессиональную деятельность или отрасль тоже формирует среда. Если 90-е – это было начало рынка, действительно начало, когда не существовало… Существовали примеры, существовали образцы, да, не все они были доступны. И, тем не менее, это как образование, начальная степень учебы, когда мы постигали международные азы, да. Азы, и нам везло, когда мы могли начинать постигать азы через международную практику, сразу на правильную ступень. На хорошем примере. Совершенно верно. Вот, а, конечно, сейчас я должна сказать, что отрасль сложилась. Есть плюсы, есть минусы, есть недостатки. Это естественно. Они существуют всегда и везде. Сейчас есть еще один момент, который очень сильно влияет, в принципе, на любую отрасль, а уж тем паче на коммуникации. Мир стал действительно глобальным. Доступ к информации, скорость распространения информации, возможность найти, если, конечно, ты хочешь что-то искать, то, что тебе нужно, то, что важно, то, что новое надо учитывать. И, соответственно, возможности коммуникации совершенно другие. И их результатов. Когда вам пришлось все-таки, или не пришлось, или это было прямо осознанное желание перейти с именно такого чисто западного корпоративного бытия в отечественную компанию. Я читала ваше интервью, где вы говорили, что даже количество имейлов, которые вы стали, и бумажек, которые вы стали подписывать, оно в российском бизнесе существенно отличается от западного. И там, где в западной компании решение принимает один человек, в российской корпорации это обязательно несколько человек. И это поначалу усложняло жизнь существенно. Как так случилось, что вы завязали с западным бизнесом и оказались в АТБ? На самом деле, и просто, и не просто, ну, это не секрет, что тогда команда топ-менеджеров снялась из западной компании и приняла предложение российской компании. Я хочу подчеркнуть именно как команда. Я думаю, что многие из нас не приняли бы это решение, если бы оно принималось в одиночку. Здесь было понимание. А. Предлагается проект беспрецедентный. Такого не было и нет на рынке. Б. Все понимали, какой риск берем на себя. Потому что риск зависит не только, ты зависишь не только от себя, ты зависишь от системы, от воли других людей и от рынка. То есть, конечный результат, он может быть задан и желаемым, но непонятен на выходе. Ну, и то, что принимали предложение, переходили командой, сыграло очень важную роль. Да, я тогда помню, когда мне сделали предложение, сказал, что я беру три недели и вернусь через три недели. И человек, которого я очень уважаю и ценю, крайне удивился. Он сказал, что все же понятно. Зачем? Я говорю, нет, ты здесь ни при чем. Ничто здесь ни при чем. Мне надо к внутреннему консенсусу прийти с самой собой. А что, было страшно или было как-то непонятно? Нет, страшно не было. Я понимала, на какой риск я иду. У меня система, которую я полностью принимаю, мне в ней комфортно. Я об этом не думаю, я просто в ней работаю, живу, существую. На систему, которая для меня будет новой, часть специфика, которую я понимаю, до конца, естественно, специфику, нельзя было понять не по работам. Да, в российской компании. И поэтому вот эти три недели мне нужны были бы, были просто, чтобы внутренний баланс обрести. Ну, а вам для этого, например, пришлось, может быть, обзвонить каких-то знакомых, навести справки, пройдясь какие-то консультации или там, я не знаю, съездить вместо силы и помедитировать. Нет, вместо силы всегда должно быть с тобой и в тебе. Мне надо было просто вот пожить с этой мыслью, фактически с решением, я его приняла. И почувствовать, что я себя чувствую комфортно. И ничто не вибрирует против принятого решения. Это решение для вас, вы его приняли, потому что это был вызов? Потому что вам хотелось расширить свои границы, испытать себя в каком-то новом поле? Или потому что вы действительно понимали, может быть, где-то, опять же, интуитивно ощущали глобальность перспективы, которая преобладает над риском? Нет, я бы шла от другого. Вы понимаете, мы в какой-то момент жизни всегда, неважно, в работе в чем-то и чем, мы достигаем точки, когда мы понимаем, что нам нужно, если оно нам нужно, кстати, это совершенно не обязательно, да, что нам нужно дальнейшее развитие, что мы можем больше, и мы можем попробовать свои возможности применить на пользу чего-то, да, что требует реализации больших возможностей. И, соответственно, вот это был тот самый момент. Я не люблю рисковые виды спорта, да, и поэтому риск ради риска, как спорт ради спорта, мне не могу больше. Адреналина и без того хватает. В общем, честно говоря, да, в жизни. А возможность как раз развития, возможность пристижения чего-то нового, реализации себя, да, то даже, может быть, и себе подтвердить самой, что действительно ты можешь больше, чем ты уже сделал, вот, собственно, и была главная причина. Теперь пять лет спустя, кстати, нам в этом году исполняется пять лет, это бы капитал. Поздравляем. Спасибо большое, с одной стороны, во вселенных, в масштабах вселенной это как бы ничто, а с другой стороны, эти пять лет дорогого стоят. А доказали, что можем, сделали то, что было задано изначально, потому что были поставлены конкретные задачи, их решили. И вы, самое главное, сделали это столь качественно, что теперь на международных рынках, оно, в принципе, во всех топ-рейтингах и наградах, как подтверждение, что вот этот бизнес, бизнес, инвестиционный бизнес группы ВТБ, ВТБ Капитал, он вышел на международный уровень, и он равняется, извините, компаниям с 100-летней историей. Совершенно верно. Ну, расскажите все-таки вот этот переход от бизнеса по-немецки в бизнес по-русски. Кроме увеличившегося количества, там, не знаю, ответственных лиц и бумажек, что было вот сложным? Ну, было чуть-чуть просто смешно. Во-первых, выяснилось, что мы не знаем отчества друг друга. Проработав, мы там по 8 лет проработали, многие знали еще из предыдущих компаний друг друга, мы не знаем отчества друг друга. То есть в Deutsche Bank это было на ты и по имени? Ну, не обязательно на ты, на вы это совершенно нормально, но по имени и в Deutsche, и в прайсе, и во всех других компаниях, где вот работали люди из нашей команды, это нормально абсолютно, это знак неуважения. Ну, в западной системе же нет отчества. Нормально, что обращение и по имени. Нет, можно обращаться там господин такой-то, например, или госпожа такой-то. Скорее по фамилии уже, да, госпожа Подоницына или Ольга, но никак не... Совершенно верно. Так вот, стали, когда мы выяснили, что мы не знаем отчество, что обращаться надо, если не друг к другу, к людям, с кем мы теперь работаем, по отчествам, мы стали называть друг друга, не моя инициатива была, по именам отчества, просто так, даже будучи на ты. И это было так смешно первоначально, а потом это закрепилось, и мы до сих пор, не потому что мы обращаемся друг к другу по имени-отчеству, а потому что мы тогда начали эту игру, и мы сейчас это продолжаем. Даже в неформальной уже обстановке. Даже в неформальной в этом ничего плохого нет, но это было вот то новое, например, как и документы обороты, вот система документа оборота, система правильная, бюрократическая. Кстати, это на самом деле очень хорошо, так если всмотреться, потому что некая система тоже управления рисками и гарантией, что документ прошел несколько там ступеней рассмотрения, развития, проверен, и решение принято взвешенно и разумно. И у меня есть документ на каждый шаг, если что, на все вопросы отвечаю официальной бумагой с печатью. Ну, например, да. Ну, если это нужно, да. Хотя, на самом деле, возвращаясь к западным компаниям, ведь там таким документом является имейл. И переписка по имейлу – это и есть подтверждение чего-то. Ну, а есть какие-то вещи, с которыми до сих пор вам сложно в русском финансовом бизнесе смириться? Вы знаете, мы на самом деле вписались в систему. Мы же пришли работать в ней, а не перестраивать ее. И поэтому, с одной стороны, свой бизнес инвестиционный у нас полностью выстроен по матрице любой международной компании топовой. Тут нет ничего незнакомого. Абсолютно все понятное, привычное за многие годы и за предыдущую практику. И это, кстати, тоже риск-менеджмент и гарантии. Плюс еще один момент. Это значит, что клиенты западные, например, инвесторы, с которыми мы работаем, они говорят, мы с ними говорим на одном языке. Мы им понятны, потому что у нас матрица, бизнес-матрица, включая документарную сторону, такая же, как у них. А с другой стороны, мы вписались, мы приняли некий правил, да, мы знаем, что такое служебная записка, и умеем ее писать теперь. И гордимся, что постигли, да. 65 10 99 6, московский телефон, Юрий у нас на связи. Здравствуйте, Юрий. Добрый день. Слушаем вас. Я хочу воспользоваться случаем, поблагодарить Ольгу за, она так связана, я так понял, она связана с общественными мероприятиями. Вот, это к празднику 23 февраля. Вот, Банк ВТБ очень активно действует, себя показывает в Севастополе, в городе Севастополь. Вот, там служат наши мальчики, вот, и Банк ВТБ, я так понял, очень большой вклад делает в их службу, вот, помогает им, проводит там парады. Вот, я не знаю, Ольга связана с этим, и хотел задать вопрос, в общем-то, какая, ну, связь и дружба Банка ВТБ, с морским флотом России, с военным морским флотом России. Спасибо огромное, отличный вопрос. На самом деле, действительно, разное отделение вашей структуры, ну, для меня вообще это очень приятно, когда вы говорите о западной матрице, потому что ВТБ, помимо всего прочего, это социально ответственный бизнес. Я сама в некоторой степени приобщилась к вашим благотворительным программам, вот, очевидно, в Севастополе тоже происходят какие-то такие правильные социально активные действия в поддержку, там, нашего флота. Какие отношения у ВТБ с флотом? Расскажу, они есть. Ну, во-первых, должна подтвердить, что горжусь тем, как группа ВТБ помогает развиваться в российской культуре, образованию, спорту. Ну, и в том числе неким, я условно говорю, военным проектом. Должна сказать, что внутри группы ВТБ есть разные направления, каждый из которых, исходя из задач своего бизнеса, поддерживает то или иное направление, модное слово «soft power». Ух ты! А вот расшифруем это слово после новостей на Финаме. Оставайтесь с нами, Ольга Поданицына. У нас в гостях члены правления ВТБ «Капитал» Ольга Поданицына, 65 10 99 6, московский телефон, финам.фм наш сайт, ищите страничку вдоль и вот расскажите действительно о ваших каких-то мероприятиях, отношениях и программах, да, связанных с благотворительностью социальной ответственности. Ну, у группы ВТБ серьезнейшие программы, связанные с поддержкой социальных проектов и важнейших направлений нашей жизни, собственно, фундаментальных для любого общества и для нашей страны. Но я, с вашего позволения, расскажу о том, чем я занимаюсь в связи с тем, что делаю стратегию продвижения нашего бизнеса, и в первую очередь это продвижение на международных рынках. Потому что офисы ВТБ «Капитал» есть практически по всему миру, ключевых глобальных регионах. Когда мы пришли в группу ВТБ, нам сразу отдали офисы лондонские и сингапурские. Это были бывшие офисы Московского народного банка, Ленинского банка или Советского. Запущенные, скажем так. Ну, я не могу сказать, что они были запущены. В Сингапуре, например, офис был в самом первом небоскребе в городе, то есть практически хай-тек. Правда, мы год-полтора спустя переехали в новое здание, так как инфраструктура города, любого города меняется. Не везде, правда, уничтожают зеленые насаждения, аллеи и парки. И исторические здания. Я молчу. Сердце кровью обливается. Даже вот сегодня с утра проезжала через Арбат. Но мы с вами не об этом. О том, что тогда, когда выходили на рынок, было понятно, что в стратегии должна быть не только часть, которая направлена на прямую поддержку бизнеса через коммуникации, через маркетинговые инструменты, но также и часть, касающаяся вот soft power, упомянутой ранее. То есть тех самых мягких инструментов, помогающих пониманию между компаниями, странами, сообществом. И среди наших проектов есть, например, один, связанный, я возвращаюсь к вопросу, с флотом. Ну, к сожалению, это не Севастополь. Очень важный, красивый, любимый и с исторической точки зрения, наверное, беспрецедентно, важный город для России. У нас это Лондон. И Великобритания, поскольку Лондон был и остается центром международного бизнеса и тем местом, где очень важно быть правильно представленным и понятым. И вот уже несколько лет мы поддерживаем День Победы в Лондоне 9 мая, да, совершенно верно. 9 мая на крейсере в центре города, на Темзе, происходит встреча российских и британских ветеранах арктического конвоя. Я думаю, что... Немножко как-то даже мурашки побежали. Да, да, это действительно, это настолько трогает, трогает глубиной, правильностью. Это не просто пустые слова о том, что вот страны помнят о том, кто какую роль сыграл во Второй мировой войне. Это действительно очень правильное человечное отношение и к людям, и к истории, к истории, которую желательно не забывать. Хотя кто учится, кто не учится, на её уроках вопрос философский. Но главное, к людям, которые ещё с нами и ещё могут передать частички истории и правильных характеров, да, образов, которые проявили себя много-много лет назад. Про актический конвой, я думаю, что все помнят, ну, по крайней мере, кто учился ещё в наше с вами время, что это был переломный момент в истории Второй мировой войны. Если бы не арктический конвой, война могла бы, историю войны, развиваться по-другому. Возвращаясь к мероприятиям, те мероприятия, которые вы делаете, они связаны просто с праздниками, с корпоративными какими-то, там, новыми годами, я не знаю, там, юбилеями. И, ну, достала ли вас, достигла для этого ВТБ капитал, вот эта тенденция в последнее время, очень тоже, мне кажется, правильная, социально ответственная, когда люди дарят друг другу, когда, это называется, благотворительность вместо подарков, да, когда те деньги, которые компании выделяют обычно на корпоративные подарки, на какие-то свои там праздники и мероприятия, они тратят на добрые дела. Наши мероприятия, в первую очередь, я просто не могу не сказать об этом, они нацелены на развитие отношений с инвесторами, то есть это чуть другая целься. Их все равно нужно ублажать. Я бы сказала, нужно напоминать им, кто мы, что мы можем сделать, какую платформу мы предоставляем, что мы делаем. Ну, я думаю, что многие, кто работает на финансовых рынках, даже не обязательно в инвестиционном бизнесе, знают форум «Россия зовет». Это форум, который мы начали делать в 2009 году, то есть и раньше в нашей практике совершенно стандартными мероприятиями были инвестиционные форумы, когда приглашаются западные крупнейшие инвесторы на встречи с представителями топ-менеджментом российских компаний. И во время форума, с одной стороны, в публичной части этих мероприятий представляется, что происходит сейчас в России. Самые важные, актуальные, насущные, острые проблемы обсуждаются, но публичная часть – это только верхушка айсберга, очень маленькая, а за кадром происходят встречи один на один, когда обсуждается бизнес. И фактически продаются те инвестиционные возможности, которые в России есть. В любой интересующий инвестор в индустрии. В рамках больших форумов, потому что они могут быть камерными, как день инвестора, могут быть большими, как Россия зовет. Есть вечерние мероприятия, и там каждый раз мы не дарим ничего инвесторам, да, или клиентам в данном случае. Но мы стараемся представить даже в части вечерней Россию с новой стороны, представить ее креативные возможности, каким-то образом историю, культуру, через исполнителей, через концепцию мероприятий, чтобы напомнить и здесь, что это за страна, что у нее за история, какие у нее возможности, какие у нее гарантии, которые она может предоставить. Какая-то прекрасная миссия. Вот как раз нам, что называется, в «Пандам» от Рушана с сайта «Финам.ФМ» вопрос. Известно, что у Ольги Подоницыной определенный взгляд на искусство как финансовый инструмент. Каким ей видится сегодняшнее влияние искусства и культуры на деловые отношения в России? Рушан, большое спасибо за вопрос. Красный вопрос. Да, ну просто занималась этой темой очень плотно в «Дойче-банке». Я отвечала за ту часть коллекции, которая, это же одна из крупнейших коллекций в мире, которая есть в России, за все проекты, связанные с искусством. Но сейчас мне очень повезло, что вот как раз есть один из проектов, связанных с социальной ответственностью, тоже связанный с искусством. Единственное, этот проект в Лондоне. Мы поддерживаем фонд «Калверт-22», который представляет молодых российских художников западному миру. Это фонд, это некоммерческая организация, но миссия фонда совпадает с нашей миссией философии. Россия развивается, она новая, у неё новые возможности и те стереотипы, которые веками, негадами веками складывались. Да, Россия, на самом деле, они существуют по сей день, только их надо вот именно с помощью мягких инструментов, корректных, гуманных, разбивать, показывать, что мир меняется, и мы меняемся. И что новые поколения, они очень близки к своим свечникам из западных стран, и у них совершенно другие возможности. Вот как раз «Калверт-22» занимается продвижением молодого российского искусства, молодых российских художников, включая региональных художников. А мы, как ВТБ «Капитал», его в этом поддерживаем именно для того, чтобы рассказывать миру, как меняется Россия. Не только в бизнесе, но и в жизни, в социальной сфере. И мне кажется, это очень важно. Это не благотворительность, это в данном случае спонсорство, но это спонсорство, когда ты вкладываешь в развитие репутации страны, в развитие имиджа России, который представляет в данном случае наш бизнес. Мне хотелось бы вернуться к вам лично. Вы топ-менеджер в грандиозной структуре. Это накладывает какую-то особую ответственность? Я не знаю, когда вы приходите домой, удается ли вам там побыть не топ-менеджером, а, например, просто, я не знаю, слабой, милой, робкой и кроткой? Или уж что раз топ-менеджер, то, в общем-то, приходится держаться и по жизни? Нет, конечно. Дома я дома. Это территория моего комфорта, где... В принципе, я считаю, что человек должен всегда быть собой. Топ-менеджер, не топ-менеджер. Потому что если ты надеваешь чью-то роль или на тебя чужую одежду, ты не ты, и тогда это не твоя жизнь, и ты не получаешь удовольствия. Но ты большой босс на работе. А как выключить этого большого босса, когда ты пришёл домой? Мне, например, помогают книги очень. Да, это ночь, да, это время моего сна или за счёт сна. Но я переключаюсь, и мне удаётся просто оказаться, например, в другом мире, в других чувствах, в других отношениях. Я люблю смотреть фильмы. Не могу сказать, что я часто выбираюсь в кино, но вот у меня есть очень хорошая знакомая, с которой мы стараемся, ну, хотя бы раз в три месяца сходить. Это тоже часто бывает очень-очень поздно ночью. Вот последний раз она даже приехала специально в Сити, и мы пошли в Офимол, потому что я никак не успевала куда-то добраться, и надо было уже отменять наше киношное свидание. Вот такие вещи очень помогают, конечно, переключиться. Ну, а дома я очень люблю свою семью, своих детей, и у нас настолько, наверное, тёплые отношения без лишних там слов или каких-то свидетельств. Они вас видят вообще, дети теперь? Ну, теперь они никогда меня особо так уж, если честно, не видели с момента, когда я вышла на работу. Их воспитывала тоже няня и водитель, наверное, по дороге в школу и из школы. Но те отношения, которые есть с детьми и дома, и с супругом, и с родителями, они бесценны, потому что как бы тебе не было сложно, и как бы тебе не было плохо, я это поняла не сразу, это почему-то приходит позже, с годами. Семья есть семья. Да. А вы мастер коммуникации и дома, и на работе. Спасибо огромное, Ольге Подойницыной.